Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги! Мы после некоторого перерыва, связанного, ясно дело, с отпусками, лето, продолжаем наши беседы об оперативно-настоящей деятельности. И в студии со мной один из известных адвокатов не только нашего региона, но и многих теперь уже, может быть, и по всей России. Современности. Современности. Да. Виколов Олег Валерьевич, который специализируется по уголовным делам, где используется в качестве доказательства результаты ОРД. Дело-то наше совместное. И есть у нас такая привычка, одна из рубрик наших беседок ОРД, это анализ тех письменных консультаций и заключений, которые мы иногда составляем и представляем именно по уголовным делам, где используется результат ОРД. Большинство этих дел, это все-таки дела коррупционных и должностных преступлений. И вот эту и еще, может быть, несколько серий мы посвятим тому, чтобы повоспоминать нашу работу и повеселиться по поводу того, какие удивительные ошибки и нарушения закона допускаются по делам, где используется результат ОРД. И кто как их видит. И попробуем их оценить. Итак, Олег Валерьевич, я начну или ты? Давайте. Хорошо. Значит, мы дали письменную консультацию по результатам изучения уголовного дела в отношении гражданина, назовемого гражданин Д. Это не наш регион, это далеко отсюда, в котором обвиняется он и еще двое человек, обвинялись в совершении преступления, предусмотренной пунктом АВ части 5-290, то есть квалифицированные составы, получение взятки в крупном размере. И часть 3-я, статья 30-я, часть 6-я, 290-я, то есть покушение на получение взятки в особо крупном размере. И тот товарищ, по поводу которого мы давали эту письменную консультацию, это в прошлом руководитель следственного подразделения. И вот он, если коротко, а чтобы нас не идентифицировали, только поскольку мы, разумеется, не разглашаем данные, мы очень коротко излагаем фабулу. Итак, руководитель следственного органа вместе со следователем обвиняется в том, что они требовали взятку у одного из граждан, родственник, близкий которого, привлекается к уголовной ответственности за какое-то там преступление. И вот, якобы, по версии следствия, следователь и начальник, руководитель подтверждает, вот ты мне дашь какие-то суммы, и мы дело таки прекратим. Так, обычная схема. И якобы, по версии следствия, в этой схеме участвует адвокат. Адвокат, который является посредником, из которым, собственно говоря, вот эти родственники, взяткодатели будущие, собственно говоря, и выстраивают все отношения. Ведутся все разговоры, запись телефонных переговоров, разумеется, и другие. Результаты ОРД переданы следствию. Итак, выявлено, к сожалению, для стороны обвинения, и, к счастью, для стороны защиты, выявлен целый ряд нарушений законодательства в сфере оперативного судебности. Подчеркнем только некоторые из них. Здесь много всего. Письменный документ очень приличный по размеру. Он порядка 15 страниц с мелким шрифтом, с одинарным интервалом. В чем? Что, разумеется, мы сначала с Олегом Варевичем даем некое, некие разъяснения по поводу правильного применения законодательства об ОРД, о том, чем должен руководствоваться оперативный сотрудник, руководитель, начальник органа, субъекта ОРД, следователь, руководитель следственного органа и так далее. Итак, мы поясняем суду, как должно быть вообще-то. А затем, делая паузу, начинаем рассказывать, а что сделано на самом деле, какие нарушения допущены. Итак, нарушение номер один. Постановлением о представлении от такого-то числа переданы протокол изъятия от такого-то числа, а вообще два протокола, которыми зафиксированы изъятия у подозреваемых, заподозренных в том моменте до возбуждения дела, значимых в будущем очень серьезных доказательств. В частности, мобильные телефоны, смывы с рук, расписка о получении каких-то денежек, банкноты со следами специального химического вещества. Банкноты, то есть предмет взятки. Да, предмет взятки. Расписка – это как раз та самая расписка, по поводу которого очень длительные были переговоры, и по поводу которой было и требование вернуть эту расписку в материал уголовного дела. То есть это такой принципиально важный документ для этого дела. То есть, по сути, это один из важнейших введений только в поделах. Это самое важное доказательство было. Итак, так вот, изучая материалы дела, мы заметили, что нарушена по меньшей мере, во-первых, статья 15, часть 1 Федерального закона Аборда. Давайте вспомним, что в случае изъятия в рамках конкретных УРМ документов, предметов, материалов при проведении гласных-гласных оперативностных мероприятий должностного лица, осуществившее изъятие, то есть оперативный сотрудник, должен составить протокол внимания в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Ну, мы уже об этом говорили в наших беседах. На мой взгляд, законодатель тут наворотил бог знает от чего. Некорректная законодательная техника, но закон есть закон, мы его исполняем. Так вот, получается, часть 1 статьи 15 отсылает к УПК. В УПК много статей, посвященных требованиям к составлению протокола. Ну, одна из них это статья 166, как мы знаем, да, коллеги? Так вот, например, например, согласно части 10 этой статьи 166, протокол должен, кроме прочего, содержать запись о время проведения, разъяснении участникам следственных действий в соответствии с УПК, их прав, обязанности, ответственности и порядка производства следственного действия, да, которое удостоверяется подписями участников следственных действий. Вот всего этого в этих самых протоколах изъятия, которые, по сути, становятся процессуальными документами, да, то фактически они как, допустим, протокол обыска, да, каковы, требования к ним аналогичные, понимаете, да? Так вот, ну оперативные сотрудники, из-за того, что у них нет следственного опыта и большого опыта проведения следственных действий, вот они, к сожалению, по всей стране, коллеги, это уж немножко отвлекаюсь, да, к сожалению, большая, это я мягко, да, большая из них часть требований УПК не знают. И их руководители зачастую не знают, потому что много ли мы знаем действующих начальников оперподразделений, которые имеют следственного опыта? Не знаю таких. Так я лично за, бог знает, сколько лет я таких не видел еще. Но не суть. Итак, нарушено, по крайней мере, это требование УПК, заметьте, УПК, которому отсылает статья 15, часть 1. Дальше. Исходя из требований, как мы пишем, статьи 6, это виды оперативных сотрудников мероприятий, статьи 15, изъятие не является самостоятельным оперативным сотрудникам мероприятием и допускается только в ходе проведения конкретных ОРМ. Помните текст части 1.15? Однако, из протоколов изъятия и других оперативно-служебных документов непонятно, в ходе какого ОРМ проведено изъятие. То есть, вот в этих актах изъятия не указано, что было за ОРМ. Да, я тут допомню, на самом деле, тут разные варианты могут быть. То есть, возможно, что оперативные документы считают, что изъятие это все-таки один из видов оперативного мероприятия. Второе. Задержание произошло по окончании оперативного эксперимента. И, в принципе, может быть, это изъятие было частью как раз оперативного эксперимента. Так часто, на самом деле, бывает, когда после задержания, ну, точнее, не задержания, а захвата заподозренного, тут же происходит в рамках этого же ОРМ, оперативный эксперимент или проверочная закупка, происходит изъятие. И третий вариант. Ну, вот здесь то, что мы и расписали. Отдельно оформлен протокол и акт обследования. Обследование, заметьте. Зачем? Непонятно. Вот это вот, к сожалению, неграмотность, непрофессионализм на отдельных оперативных сотрудников, они, видимо, сомневаются, как сделать правильно. И в итоге городят. И делают по принципу написать как можно больше бумажек, дескать, хуже не будет. Хотя, на самом деле, никто не мешает провести изъятие в ходе того же ОРМ, который они, собственно говоря, Оперативный эксперимент. Да. Или возникают требования эти процессуальные, они касаются только гласных ОРМ. Оперативный эксперимент, вопрос возникает, да, это гласный ОРМ или нет? Заключительная фаза гласного. Да, да. То есть, ну, если сдержание с поличными, что все-таки это, да, если ОРМ, которое, правда, проходит, как правило, ну, естественно, негласно. Сначала негласно. Негласно, а затем переходит в стадию, когда уже отвечают всем требованиям гласности, да, всем требованиям открытости, никакой уже там конспирации нет, естественно. Происходит задержание, изъятие. То есть, никто не препятствует оформить просто-напросто в рамках ОРМ именно. То есть, просто в протоколе можно было написать. Можно было написать. В рамках оперативного эксперимента по его окончании изъято. Или в ходе. Кто-то оформляет просто акт оперативного эксперимента и в этом акте оперативного эксперимента расписывает весь ход этого оперативного эксперимента и в конце добавляет, что по завершению произошло там произведено изъятие. Так вот, само по себе составление нескольких, быть может, ненужных документов, оно не является нарушением закона. Но дело в том, что, как всегда, когда сделано несколько лишних движений, допущены лишние. В данном случае не нарушение закона, хотя нарушение наверное, ошибки. Почему? Должна же быть ясность. Да. В рамках чего все-таки это изъятие произведено? Да, непонятно в рамках чего. Но вот в чем по этому делу веселье-то заключалось. В актах обследования имеется отметка, что ничего не изымалось. Но есть отметка о том, что обнаружено. Да, что обнаружены такие-то предметы перечислены, но внизу опера, видимо, просто написали, а ничего не изымалось. Но отдельно они составили акты изъятия. А в актах изъятия той же датой, да? И тем же временем, по-моему. Та же дата, время после проведения обследования. Да, сразу после. Написано, что изъяты какие-то предметы. Итак, по обследованию ничего не изъяста, а по изъятию изъято. В результате, вот смотрите, Олег Валерьевич, как вы считаете, какая в данном случае правовая позиция защиты по этому конкретному нарушению может быть? Ну, если кратко ее сформулировать, то можно просто говорить о том, что поскольку изъятие все-таки проводится в рамках какого-то уровня, и самостоятельно оно не может проводиться, это изъятие, то, соответственно, нарушено требование закона в статье 15, которая прописывает о том, что каким образом это должно быть действие произведено, и все это нужно понимать, требования статьи 15 в системном толковании со статьей 6. Совершенно верно. С статьей ОБРД, которая устанавливает перечень, закрытый перечень, исчерпывающий перечень всех уровней, которые могут проводиться. Но теперь еще смотрите. Я подскажу вам, уважаемые коллеги, если нас смотрят адвокаты, а они нас часто смотрят, еще одно, но не нарушение закона, а противоречие, которое влечет постановку вопроса о достоверности доказательств. Итак, в одном документе того же дня скажено, что ничего не изъято, в другом документе по поводу тех же документов изъято. Раз в двух документах есть противоречие изъято-неизъято, а значит что? Какую позицию должен адвокат занять? Ну, я все-таки думаю, что здесь основной момент заключается в том, что есть акт оперативного эксперимента, где указано о том, что тоже ничего не изъято. С другой стороны, есть... Да, кстати, есть акт оперативного эксперимента. Они наворотили три документа по одному и тому же юридическому. Протокол обследования тоже есть, где указано, что тоже ничего не изъято. Но есть акт изъятия, мы говорим о том, что это не ОРМ, тогда возникает вопрос, в рамках чего изымалось. Значит, это вне рамках какого-то оперативного рискного мероприятия, значит, это незаконно. Значит, ничего не изъято. А поскольку, поскольку, разумеется, суд обязан использовать золотое правило, правило отравленного дерева, то все производные доказательства от незаконного изъятия, а это у нас целая куча доказательств, да? Осмотр тех же телефонов, расписок, денег и прочее, да? Признание вещественными доказательствами, экспертизы, по-моему, там же были у нас, да? Ну, само сроки. То есть исследователь экспертизы. Да, ну, в любом случае, экспертизы были, все это становится недопустимым доказательством, потому что дерево отравлено, да? То есть изъятие произошло незаконно, изъятия не было. И поэтому, вероятно, добросовестный и квалифицированный адвокат не исключено, вместе со своим подзащитным, вернее подзащитным, согласие адвоката, даст такие показания, я теоретически. Какие еще телефоны? Какая расписка? Какие деньги? Не было ничего. А вот и заметьте вашу честь, уважаемый следователь, и изъят это все незаконно. Что-то. На мой взгляд, ничего не было. Это рекомендация для стороны защиты. Теперь рекомендация для стороны обвинения. Уважаемые следователи, оперативники нагородили огород. Пожалуйста, как можно быстрее выявите это нарушение закона. И возникает вопрос, можно ли его устранить? Насколько оно существенно и можно ли его устранить? Вот на мой взгляд, как бывший следователь, я вспоминаю, как это делал. Я тоже получал такие документы с грубыми нарушениями. Как не нарушая закон, тем не менее, восполнить эту доказательную базу? На мой взгляд, только одним способом. Вызываем оперативного сотрудника, кто участвовал, и допрашиваем его самым подробным образом. Так, что реально произошло? Каким образом реально изымались документы? Как они упаковывались, опечатывались? И таким образом мы пытаемся, пытаемся, больше не дано, через протокол допроса восстановить допустимость этих доказательств. В данном случае вещественные доказательства. Как вы думаете, Олег Куравеевич, по практике следствия судов, вот такая попытка нейтрализовать нарушение закона? Ну, категорически с этой, не согласен, с тем, что такая попытка даже имеет право на... Но она же законная, не нарушение. Ну, сам допрос-то, конечно, законный будет, но только достоверности, результатам УРД это никак не прибавит, потому что все-таки речь идет о таких очень, во-первых, принципиальных вещах, да, но без предмета взятки очень сложно доказать взятку. Оперативник, ну, даже если его и подробно допросить, я думаю, на все вопросы не сможет ответить. Там, номера купюр, как они обработаны были и так далее, и так далее. Ну, самое главное, что, по сути-то, это, можно сказать, заинтересованное все равно лицо. Это ни в коем случае не может быть признано объективным каким-то доказательством. Для этого, собственно говоря, и происходит аудио-видео фиксация оперативного эксперимента, да, и проверочные закупки для того, чтобы у суда была возможность, вне зависимости от того, какие пояснения дает и показания дает участвующие в этом мероприятии лиц, все-таки, значит, определить, что было на самом деле, как это выглядело, бывали допущены провокации, какие нарушения были допущены. Поэтому, единственное, при таких нарушениях, я считаю, что единственное правильное решение со стороны следователя, это висение постановления о прекращении дела. Ну, что ж, поэтому дело так не было сделано. Более того, дело было направлено в суд. В суд вызывали в качестве специалиста профессора Гармаева, и я выступал по этому делу. Я вынужден был обратить внимание на это нарушение, хотя и адвокаты молодцы, они тоже обратили внимание на это нарушение закона. Суд задал мне массу вопросов. Я, повторюсь, вынужден был указать, что такое нарушение допущено, закона при изъятии вот этих перечисленных предметов. Ну и сделал, ну, не мне же суд учить, и тем более присутствующего прокурора, государственного обвинителя. Ну, я просто сказал, что, ваше честь, вы вправе допросить в качестве свидетеля оперативного сотрудника. Все-таки, как было дело на самом деле. И заткнулся. Олег Валерьевич, я все правильно сделал? Ну, я думаю, что вы немножко заставили понервничать стороной защиты, после того, как сделали такую ремарку. Ну, по-моему, допрашивали оперативного сотрудника. Но дело в том, что поскольку никакой предварительной работы... Кстати, есть же практика судебная о том, что нельзя со свидетелем, прокурором встречаться и делать им репетиции показания. Ну, по крайней мере, есть такие прецеденты отдельные. Ни же с ней не плену. Поскольку никакой такой предварительной работы с оперативником не было, он такого наградил. Говорят, я сам не знаю, охотно верю. Что он еще ухудшил сам, этот свидетель еще ухудшил позицию стороны. Обвинение по этому делу. Ну что ж, в следующем видео мы обсудим и другие интересные нарушения закона. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Мы с Олегом Гвариевичем обязательно на них будем отвечать. Не так ли, коллеги? Спасибо.